Взрыв с трагическими последствиями. Три человека погибли в результате трагедии в морском порту Махачкалы. Спорные территории. Глава республики выступил с официальным обращением в вопросе границ между Чечнёй и Дагестаном. Лето без воды. О том, как жители микрорайонов в Дагестане выживают в знойную зару, сегодня в выпуске. Сегодня утром стало известно о взрыве в морском порту Махачкалы. Пожар вспыхнул машинам отделения танкера. Его площадь составила 600 квадратных метров. Немногим позже стало известно, что жертвами трагедии стало три человека. Ещё три пострадали. Они находятся в больнице и наша съёмочная бригада посетила их. Слово Патимат Ханаповой. Взрыв произошёл ранним утром во время перекачки нефтепродуктов. Трагедия унесла жизнь троих моряков. Ещё столько же с различными травмами и ожогами госпитализированы. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как крайне тяжёлое. Мужчина находится в реанимации. У него более 90% ожогов тела. Составляет прогноз с ожогом больным. Это дело неблагоприятное. Но состояние больного, который находится в реанимации, крайне тяжёлое, конечно. 95% ожогов. Сами понимаете, что... Второго 10%, там средняя степень тяж, там нормально всё. Третьего больного с ушибами, множественными ушибами тела и ссадинами, он находится в травматологии. Открытый пожар спасателям удалось вовремя остановить. Однако полностью ликвидировать его мешает слишком высокая температура внутри машинного отделения. Для охлаждения ёмкости с нефтью проводится проливка судна. По словам специалистов, угрозы разлива топлива нет. Никакой угрозы, что разлилётся нефть, повторные что-то выбросы будут. На данный момент распространение пожара по трюмам, по отсекам предотвращено. Происходит горение в машинном отделении. Сложность тушения пожара представляет, что там внутри пока высокая температура. И сам процесс тушения из-за этого он проходит, скажем так, медленно. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники Южного управления Следственного комитета. Пока известно только то, что по прибытию на место пожарные обнаружили возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Тем временем на границе с Чечнёй неспокойно. С самого утра все федеральные и республиканские СМИ пестрят заголовками об инциденте в Кизляре. Напомним, накануне на окраине Кизляра неизвестными был установлен дорожный знак, на котором было написано «Чеченская республика, Шелковской район». Действие вызвало у активистов Кизляра негативную реакцию, и они демонтировали знак. Ты это снимешь через мой труп? Через мой труп, твой труп тоже снимешь, мы его снимем. Чтобы решить все разногласия, на месте позже состоялась экстренная встреча руководителя администрации главы правительства республики Владимира Иванова с главой парламента Чечни Магомедом Даудовым. Немногим позже официальное заявление в рамках рабочего совещания с руководителями органов государственной власти Дагестана сделал Владимир Васильев. Я еще раз заявляю, пока я здесь работаю, ни один метр территории не будет кому-то не было передано в одностороннем порядке. Они установили знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись, что часть нашего населения восприняла это по-другому, не как знаки, а как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет, я об этом говорил. Лето в полном разгаре, а люди остались без воды. На протяжении нескольких месяцев жители микрорайона Караман-2 вынуждены покупать воду в магазинах и ждать, когда к их домам подъедет водовоз. Терпение у людей на исходе. Местные жители вышли на митинг к зданию администрации. Камиль Девятов с места событий. Нет воды тоже сколько дней уже. Как жить без воды? На этот вопрос найти ответ сложно. Жители микрорайона Караман-2 оказались в весьма затруднительном положении. Дело в том, что вот уже второй месяц, как в их дома перестала поступать вода. Как жить без воды? Я не знаю, у меня в бачке чуть-чуть. Потому что набираем баклажками. Этими сцами то, что есть, набрали. Вот уже безвыходное положение сегодня уже вышли. Проблемы с водой длятся не первый день и даже не первый год. Как утверждают местные жители с 2014 года, с наступлением летнего сезона вода в кране исчезает. Люди готовы перекрыть дорогу. Терпение на исходе. Как лето начинается, сезон лета. Все, нет воды. Проблемы у нас с водой. Не купаться, не стираться, не посуду мыть. Никакого желания нет. Ничего делать. Даже элементарной готовки еды не можем делать, так как отсутствует вода. Неделю обещают, через неделю вода будет. Неделя проходит, вообще ничего нет. Месяц проходит, воды нет. Они обещают. Через неделю будет, через неделю будет. С мая месяц обещают. Администрация микрорайона понимает, что так долго не может продолжаться. Вопрос решается, но не так быстро, как этого хотят местные жители. В беседе с нами председатель правления садоводческого общества рассказал о причинах отсутствия воды в домах у карамчан. С утра был у замглавы администрации Новоскву района, у Алика. Ему на той неделе Айдеев Хаже получил, дал указание. За две недели решит, получил вопрос. Но однако ничего не сделано. Сегодня он говорит, ну я что могу делать, там 20 тысяч стоит. Как выяснилось, решить вопрос подачи воды можно за 250 тысяч рублей. Необходимо купить насос, который будет качать воду в дома людей. Местным жителям пообещали в скором времени решить эту проблему. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанцы могут рассчитывать на увеличение зарплаты. Об этом пишет российская газета со ссылкой на экспертов финансового университета при правительстве. Резкий рост доходов обещается в 10 регионах России. Но стоит ли действительно этого ожидать, покажет время. В госдуме специалисты смогли предсказать, в каких регионах этот процесс будет особенно интенсивным. Это Московская и Ленинградская области и, как ни странно, наша республика. Здесь зарплаты должны вырасти до 7%. Россиянам на период ипотечных каникул могут дать нулевую ставку НДФЛ. В Госдуме рассматривают законопроект, освобождающий граждан на время ипотечных каникул от выплаты подоходного налога на срок до 6 месяцев. На протяжении этого времени заемщик имеет право вообще не платить кредит, либо значительно уменьшит размер платежа. Напомним, что граждане, потерявшие работу или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, имеют право воспользоваться льготами на полгода. В Махачкале прошло награждение лауреатов премии «Родительское спасибо». Награда учреждена Всероссийской организацией родителей детей-имболидов и присуждается тем, кто оказывает помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями. Среди лауреатов как сами родители детей с особенностями развития, так и люди, оказывающие помощь их семьям. Это представители самых разных профессий – педагоги, врачи, спортсмены, чиновники и просто неравнодушные люди. Мы очень много лет боролись за права наших детей. И вместе с нами рука в руку шло очень много людей. Хотя иногда говорят, что государство не помогает, чиновники отворачиваются. Но если бы не было вот этих хороших людей, которые вместе с нами шли, то мы бы этого не добились. И к новостям спорта. Дагестанский шахматист Улядин Мирданов выиграл этап детского Кубка России. Турнир завершился накануне в Казани. Звание лучшего в четырех возрастных группах там оспаривали свыше 400 участников из более чем 30 регионов страны. Улядин Мирданов завоевал золотую медаль в категории до 11 лет. В ней на победу претендовали 129 человек. Результат дагестанского шахматиста – 8 очков из 9 возможных. Триумф на этом этапе приблизил Мирданова к финалу Кубка России. Ну а боксер Муслим Гаджимагомедов вошел в состав сборной России для участия на вторых европейских играх, которые стартуют 21 июня в Минске. Воспитанник Махачкалинской академии бокса при ШВСМ имени Али Алиева будет защищать цвета национальной команды в весе до 91 килограмма. Напомним, что за плечами спортсмена есть серебряная медаль чемпионата Европы и две золотые медали чемпионатов России. В Гаджимагомедов входит число главных претендентов на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова